добрый день дорогие мои друзья ну вот у нас здесь вот как бы кухня и хочу вам сказать вот такой момент я вам уже обещала мне очень очень интересно вот как готовится как называется это блюдо то есть это в духовке это как это не а это как правильно назвать по типу барбекю да ну вот знаете но это маленький секрет потому что сейчас это все готовится и уже сколько времени ты готовишь это два часа вот представьте два часа готовилась в этом жарочном шкафу и выставлен вон оно там вон оно красиво в фольге уложенному выставлен температурный режим и вот уже сработала система плиты что 205 уже пора доставать ну вот дорогие мои я вам обещала как бы пока готовят мужчины еду мужчины готовят очень кропотливо то если он начал то есть вот он заготовочку сделал и правильно все это уложил противень все это в фольге вы знаете честно я люблю тоже готовить вот когда вот это все готовится в духовке конечно там фибературный режим вообще проверяет на месте полочку поставить ну теперь закрываем духовку такой аромат приятный переключаем систему выключили да и вот фольге вот наши мужчины тоже классно готовят конечно я хотела как-то увидеть как уж на улице у многих барбекю но это там у родителей что это а вот мы сейчас вот он привез и сказал это сюрприз сюрприз и вот он сейчас делает свой сюрприз будет доставать это все маслица ничего не пригорело фольге и что там вау так это целый прямо готова это не распиливал а что это это вообще похоже на ребра да а это что а специальный соус барбекю и так сейчас мы сейчас 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 вау так это ребрышки да я же вижу он там ребрышки просвечивается это говядина если сказать по-русски и вот этот соус мужчины правильно готовить всегда и теперь это нужно опять будете вернуть когда а специи какие-то добавлял ты нашинковал прямо туда специи во внутрь или просто что ты делал расскажите секрет но я ничего не купил ребрышки вот но у нас как бы вот специи есть тут можно что-то выбрать но вот в этом готовом соусе барбекю здесь все есть все необходимые специи которые нужны для мяса конечно я вам скажу честно я когда смотрела по телевизору и вот как это готовится как мужчины готовят именно просто я была в восторге мне настолько понравилось как мужчины готовят вот именно мясное блюдо и вот они готовят на барбекю вот этот жарочный шкафа вот сейчас мы достаем еще второе это на всю неделю как будет аппетит так и что это теперь это такое масло там плавает да или это сок мясо пустила вот это что здесь вот это масло то есть ты доливал водичку да то есть это как бы чтобы не пригорело то есть было как бы слегка притушена а это уже готова или нет почти почти да вот так же вот этот соус барбекю это на основе томата да но что то здесь есть какие же там специи но вообще-то можно мне попробовать я сейчас я сейчас попробую я пальчиком вот так где тут у меня вот так сейчас я буду по вкусовым дорогие мои друзья определять что же там но конечно там интересно в этом соусе барбекю вкус просто томат это однозначно но томатом как такое не чувствуется потому что там особенные специи не знаю как есть тут вкус имбиря нет но теперь перчик чувствуется слегка наперченый вот сейчас я посмотрю вау вот это все в соусе вот это ребрышки и с ней ребрышки вкус и нятинка такая вот немножко водички добавил противень чтобы они там не пригорали и что теперь опять заворачиваем нет а что делаем что это теперь она должна настояться просто до пропитаться сейчас вот это вот соусом барбекю будет пропитываться а ты прокалывать не прокалываешь мясо проколоть ножом нет и на какой период времени вот сейчас на какое время вставляем то есть это свежее мясо я помню что ты когда принес это было свежее мясо упакованное в мешочках в морозильную камеру это нельзя ложить просто в холод поставили да вот сейчас сейчас у нас будет интересный процесс сейчас мы это ставим нужно вторая ложка очень раскаленная духовка красиво выглядит так и на какое время сейчас не ставится просто смотрит когда готово но ты выставляешь температурные режима здесь да было двести чем-то сейчас а сейчас пятьсот пятьсот двадцать пять это что означает переведи мне пожалуйста это время как жарко не не правильно а это пятьсот двадцать пять это температура в жарочном шкафу температура при которой готовятся эти ребрышки вау ну теперь как говорится время год не назвал и я не знаю через какое время но наверное я буду показывать второе видео когда будут готовые варианты этот блюдо это будет готовая сейчас нам остается ждать ну что еще делать нашать сумки дорогие мои друзья заходите на мой канал youtube . ком мила вузов это нас тут тоже на аромат приближали наши друзья девочка и мальчик тоже в ожидании предвкушение аромат конечно очень приятный и я думаю что мясо это будет очень очень вкусно здесь в америке кстати проходят целые конкурсы целые соревнования барбекюшников то есть и там именно конечно же принимают участие в основном мужчины и кто-то разумеется всегда занимая первые места и показывают целый процесс приготовления именно мяса как они огромные куски мяса там от килограмма и до 5 килограмм большие огромные куски как они готовят как они нашим ковы то есть начиняют как они их прокалывают как они шприцами закачивают туда эти специи но это когда тушка очень такая но сантиметров может десять-пятнадцать быть толщиной вот тогда ее эти повара эти барбекюшники как я их называю они за туда закачивают шприцами специально кондитерскими шприцами закачивают в эту в эти туши мяса вот такие соусы барбекю готовые соусы и конечно я знаю что даже гранат добавляется имбирь добавляется мясо и еще вот я знаю как у нас в крыму потому что крым сегодня есть крым как бы его красивее определили извините меня я отвлеклась политику что то в крыму у нас также готовят мясные блюда также как и на кавказе то есть на килограмм мяса ложится полтора килограмма лука вот так готовится шашлыки но и барбекю конечно там свои рецепты ну что дорогие мои друзья будем ожидать конечного результата сейчас у нас время и потом я вам покажу второе видео когда мы будем доставать из духовки готовое блюдо